Археология Археология – это наука, которая изучает прошлое человечество. Таким образом, она тесно связана с историей. Но в отличие от истории, в археологии изучение прошлого происходит по памятникам материальной культуры. В свою очередь, памятники находят в результате специальных археологических раскопок. В Абхазии работало не одно поколение археологов, ведь именно по их находкам мы узнаем нашу историю. И сегодня тема нашей лекции звучит так – археология Абхазии и Кавказа в XXI веке. Нет в мире регионов, где не было бы памятников археологии. Они есть, начиная от Крайнего Севера, от Чукотки, от Таймыра, от Магадана даже и до самого Дальнего Юга. Но есть регионы, где археологии больше, есть регионы, где меньше. Есть регионы, которым повезло с археологией, с изучением археологии. Есть регионы, где археология очень плохо изучена. Скаков Александр Юрьевич. Московский археолог, кандидат исторических наук, политолог. В 1993 году окончил исторический факультет МГУ имени Ломоносова, затем аспирантуру Института археологии Российской академии наук. Защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук на тему «Кабано-колхийские топоры как исторический источник». С 1997 года работает в должности научного сотрудника отдела Бронзового века Института археологии. Является заведующим отделом стран СНГ Российского института стратегических исследований. Являлся заместителем начальника Северокавказской археологической экспедиции. Проводил работы в Республике Северной Осетии Алания. В 2002 году вместе с Аркадием Джопо создал Гудаутскую совместную экспедицию Российской академии наук и Абиги. Экспедиция проводила исследования в селах Ачандар, Абгархук, поселке Акармаром. Является автором 77 научных публикаций по археологии Кавказа. Из них около 50 посвящено археологии Абхазии. Автор концепции о выделении бзыбской и ингурарионской археологической культур в составе кабано-колхийской культурно-исторической общности эпохи поздней бронзы раннего железа. Автор около 30 научных статей по политологии и конфликтологии Кавказа, в большинстве которых затрагивается проблематика современной Абхазии. Например, если возьмем современный мир, понятно, что регионы типа Афганистана или Ливии, там археология изучена плохо, хотя она тоже крайне интересная. Просто из-за того, что идут войны, конфликты, поэтому есть сложности с изучением. Но есть регионы, где археология изучена гораздо лучше. К таким регионам, в принципе, относится и Абхазия. Слава богу, здесь были спокойные периоды, периоды стабильности, периоды развития, роста. И в эти периоды, конечно, археология Абхазии развивалась довольно быстрыми темпами. Изучение археологии Абхазии насчитывает более 100 лет истории. Я имею в виду изучение научной археологии Абхазии. Начиналось оно, в первую очередь, с изучения христианских памятников эпохи Раннего Средневековья. Это было самое интересное для некоторых авторов конца XIX – начала XX века. Это и графиня Уварова, очень известный археолог, который очень много сделал для изучения археологии Кавказа. Это и, например, Сизов, и Павлинов, и другие многие. Вторая тема, которая изучалась археологией того времени, это был период колонизации греками Причерноморья, в данном случае Восточного Причерноморья. Поэтому первые работы были проведены на территории современного города Сухум в поисках слоев древней Диаскурии. Гораздо меньше повезло памятникам эпохи Позднебронзы и Раннего Железа, то, что обычно называется калахидская культура. Если калахидская культура изучалась уже около 50 лет, она находится на Северном Кавказе в первую очередь, и она синхронна к калахидской культуре и связана с ней, то памятники калахидской культуры на территории Абхазии изучались только начиная с начала XX века. Даже не изучались, а были введены в научный оборот. Но самые серьезные работы по памятникам этого времени относятся к времени уже после революции. И связано было с именами русских ученых, кореведов, живших на территории Абхазии. Это в первую очередь Лукин, Стражев и Ивашенко. Они сделали очень много для изучения археологии Абхазии именно этого времени. Были обликованы первые большие комплексы, первые яркие находки именно эпохи Позднебронзы, раннего железа. Потом было новое поколение археологов Абхазии. В первую очередь это ученый Соловьев, а также первый абхаз-археолог Михаил Трапш, который также очень много сделали для археологии Абхазии. Например, Михаил Трапш в последовременные годы раскопал два самых больших некрополя этого времени. Это Гуадиху и Красный Маяк, которые находятся на окраине современного Сухума. Учеником Соловьева был выдающийся абхазский археолог Юрий Николаевич Воронов, с именем которого связана целая эпоха в изучении археологии Абхазии. Дальше пошла целая плеяда археологов, из них многие работают и сейчас в Абхазии. Это Георгий Шамба, Вадим Бжания, Игорь Цвинария, Олег Багажба, Олег Габелия и многие другие. Конечно, всеми имя было сделано очень много для изучения древнего прошлого этого края. Но дальше, к сожалению, был развал Советского Союза и была война между Грузией и Абхазией, которая, во-первых, унесла очень много жизней, остановила развитие этого края на целое десятилетие, стоила больших потерь и археологии. То есть многие археологи, выдающиеся, погибли. Например, известный археолог Мушни Хварцкий, который, можно сказать, что это был человек-легенда, с ним связано тоже целое время, целая эпоха в археологии Абхазии, каменного века. Был сожжен абхазский студ с архивом, с библиотекой, с коллекциями археологии. Были разрушены и разграблены многие музеи Абхазии. Это и музеи в Цебельде, это музеи в Гагаре, музеи в городе Гал и другие. И дальше, после войны, как известно, была блокада Абхазии. Опять же, археология развиваться не могла, не было ни финансирования, ни возможности ее продвигать дальше. Но дальше время стало меняться, отношение к Абхазии и в России, и в мире тоже стало меняться. И начиная примерно с 2000 года, ну, началась такая вот новая жизнь в археологии Абхазии. Новая эпоха, можно так назвать ее. Это и проведение конференций, проведение экспедиций, и абхазских экспедиций, и совместно с учеными из России и других стран. Это издание книг, издание работ, целая серия этих работ издана, сборников. Ну, наверное, самое важное было проведение конференций здесь. Конференция — место, где ученые могут общаться, могут изложить свое видение к проблематике, свои подходы к той или иной проблеме в археологии. И началась совместная работа, как мы уже было сказано, совместная работа абхазских и российских ученых. Ну, я могу назвать такие самые важные, мне кажется, объекты, которые были изучены совместными экспедициями. Это городище в Эшере, Нижней Эшере. Это храм в Себастополисе, на территории современного центра Сухума. Это Жантулский могильник, это поселение Абгархук. Ну, и были другие тоже объекты, не буду все их называть, но это только части называло, разумеется, их гораздо больше. Если брать в двух словах о главных памятниках, объектах археологии Абхазии, то, наверное, все эпохи археологии представлены здесь одинаково ярко, одинаково хорошо. Ну, можно начать с памятников каменного века. Это и Яштух, это и Мачагуа, и многие другие, которые знакомы всем ученым, занимающимся каменным веком всего Кавказа и даже шире. Если брать бронзовик, то тоже целые совершенно разнообразные памятники. В первую очередь, это дольмены. Дольмены известны не только в Абхазии, но и на всем Западном Кавказе. Это, безусловно, очень яркие погребальные сооружения, находящие аналогии не только на Кавказе, но и в других регионах Средиземноморья. И даже там в Северной Африке или Анатолии, Малой Азии и так далее. Это поселение, пример поселения в Ачимчире, очень известное, дало название целой культуры в археологии. Дальше следовали памятники позднего бронзового раннего жертвенного века. О них, может быть, сказано немножко позже, отдельно я о них остановлюсь, потому что это время, которым я больше всего занимаюсь и интересуюсь. Наконец, это памятники эпохи античности. Это памятники эпохи греческой колонизации Восточного Почерноморья, когда по всему Почерноморью возникали греческие колонии, полисы, в том числе и на территории Абхазии. Все, наверное, слышали про легенду об аргонавтах, о странствии греков, поисках Золотого Руна, и события по некоторым версиям этой легенды были связаны с территорией или Абхазии, или возле нее. В принципе, эта легенда отразила, наверное, первое плавание греков к берегам Черного моря. Были основные города, полисы, как правило. Самые известные античные города на территории Абхазии – это, конечно, Диаскурия. Это довольно загадочный город, потому что Диаскурия была, она хорошо известна, она считалась большим и крупным городом, но четко выраженных слоев Диаскурии до сих пор, несмотря на многолетние работы, на территории Сухума не найдено. Хотя отдельные находки есть, и их довольно много. Ну, самая известная находка – это знаменитая Сухумская стела, хранящаяся в Абхазском музее, которая относится к шедеврам античного искусства. Но, тем не менее, слоев города нету, была версия, что город ушел под воду, что его как бы слезали волны в этот город. Но это вряд ли, потому что целый город, античный город, волны не могли унести. Можно вспомнить, например, города Сиропречное море, такие как Фонагория или Германаса. Да, там часть территории этих городов ушла под воды Черного моря, но, тем не менее, значительная их часть, большая их часть осталась, и там ведутся работы. Но в Сухуме пока что хорошего слоя города этого времени не найдено. Хотя, опять же, находки есть, и понятно, что город был где-то здесь. Была даже версия, что город был не на месте Сухума, а на месте мыса Скурча. Ну, понятно, созвучие названия Диаскурия и Скурча наводило на такие мысли. Тем более, что была информация о наличии в районе Скурча руин какого-то древнего города. Но, тем не менее, и там город пока что не найден. Но, видимо, дальнейшие работы здесь внесут свою ясность, и все-таки городские слои будут рано и поздно обнаружены. Понятно, что, по крайней мере, современный Сухум был частью, если не центром, то частью хоры древней Диаскурии. Другим памятником этого времени, известным и ярким памятником, найденным, изученным на территории Абхазии, является городище в селе Нижнее Шера, которое копалось много лет. Это и работы абхазского археолога Георгия Шамба, и группы абхазских и российских ученых, которые проводились в недавнее время. Это был яркий памятник, который менял свою историю. Одно время это было типа усадьбы, какие-то были здания там. Потом это было что-то похожее уже на город с стенами, с башнями, с надписями греческими. Но название этого города какое-то время, название этого города нам неизвестно, античные источники до нас его не донесли. Здесь важно то, что мы можем сравнивать данные археологии эпохи античности и данные античных письменных источников, античных авторов. Античные авторы нам оставили то, что называется переплы. Периплы — это описание берега моря, плавания вдоль берега моря и того, что можно было увидеть на этом берегу. Это и города, и реки. Но самое сложное — это соотнести эти города и реки, соотнести их в современной географии, с тем, где они могли находиться в древности. Там даже указаны иногда расстояние между этими городами и реками. Но опять же здесь есть разные невязки. Считается, что античные мер длины в разных источниках немножко отличались. Поэтому ученые бьются над тем, чтобы понять, как правильно понимать данные переплов. Другим городом от территории Абхазии был Геенос, который находился на окраине современного города Чемчира. Геенос изучался несколько раз. К сожалению, во время постройки порта большая часть города была уничтожена, хотя, опять же, повторюсь, что некоторые работы археологиями были там проведены в разные годы. Известным, мы говорим, античным городом и территорией Абхазии был Великий Петеунт. Петеунт или Великий Петеунт. Но опять же, при изучении городища в Петсунде слоев эпохи до римского времени найдено не было. Даже находок этого времени почти что нет. Поэтому возникает вопрос, где был город до этого времени находился. Также известны были другие города античные тоже. Например, Ниттика, которая была, считается, на месте современной Гагры. На устье Ингура находился город Гераклея. Сейчас называется Анаклея это место. Как известно, Анаклея находится на территории современной Грузии, но город мог находиться и не там, где находится современная Анаклея, например, на другом берегу. Но опять же, из-за того, что находится на таком, скажем так, опасном месте, из-за этого работы там не проводились и город, опять же, не найден. В то же самое время, по эпоху раннего железа, по территории Абхазии проходили походы древних племен. Это кемерийцы и скифы. То, что называют ранними кочевниками. Они шли с Северного Кавказа, шли на юг, в Малую Азию и обратно. И есть версия, что они шли вдоль Черного моря. Но есть версия, что они шли не столько вдоль моря, где были довольно труднопроходимые места, сколько шли по горным перевалам, проходили. Вообще, такое ощущение, что связи по перевалам древности были более оживленными, чем сейчас. Гораздо более оживленными. И если сейчас у нас есть самолеты, есть электронная почта, то древности ничего этого не было. И связи между Северным Кавказом и Закавказьем шли именно переваленными маршрутами, и они были очень оживленными. И по ним шли торговые пути, связывающие побережье и Северный Кавказ. А торговые пути были важны для торговли не только, например, золотом, серебром, чем-то еще, металлом, но и, например, торговля с солью. То есть понятно, что на Северном Кавказе не было соли, соль была на берегу Черного моря, и соль была крайне важна в древности. Это был один из важнейших продуктов. Кроме того, шла, конечно, торговля и рабами, и многим другим, ну и металлом в том числе. Все это шло переваленными маршрутами. И вот, видимо, именно изучение этих маршрутов это тоже очень важная тема, которая, я думаю, будет со временем становиться все более и более актуальной и важной для изучения связи между территорией современной Абхазии и современной территорией Северного Кавказа. Далее, другая эпоха, представленная хорошо в Абхазии, это эпоха позднеотичности и раннего Средневековья, эпоха переселения народов. И представлена она таким яркими памятниками, яркой культурой, как Цибельдинская. Эта культура сама по себе является целой таким вот яркой эпохой в истории всего Кавказа и даже шире. Там есть масса вопросов о связях этой культуры и с Европой, и с другими регионами мира того времени. К этому же времени относятся тоже яркие объекты на территории Абхазии. Это то, что называют ацангуары, домики карликов. Такие немножко загадочные сооружения, хорошо известные в горных районах Абхазии, которые, опять же, требуют своего дальнейшего изучения, безусловно. К этому же времени относятся многие крепости, которые есть на территории Абхазии. А также, скорее всего, к этому времени относятся и так называемая Великая Абхазская стена, которая по одной из версий была построена именно в эпоху раннего Средневековья. Возможно, что и построек была связана с войнами, которые велись между Византией и Персией, Ираном. Это одна из версий. Также очень яркими являются постройки, найденные в известной Абхазии, построенные временами Византийской империи. Это, наверное, одни из самых ярких построек этого времени вообще во всем Причерноморье. Это здания в Себастополисе, на территории современного Сахума. От них остались руины храмов, фундаменты храмов. Это, опять же, руины храмов в Питсунде. Это храм, например, в Дранде, храм в Гагаре. Храм Дранде вообще ставится одним из шедевров зодчества этого времени. Другая эпоха, следующая эпоха, представлена ярко также в Абхазии. Это эпоха Абхазского царства. Она представлена, опять же, и храмами, и крепостями. Это храмы в Лыхны, это здания и храмы, и стены в Новом Афоне, Анкопильская гора. Храмы в Миссере, Бамборе и многие другие. Наконец, дальше была эпоха Средних веков. Эпоха, наверное, немножко менее яркая, но тоже очень интересная. И опять же, она представлена и храмовыми постройками, и крепостями. Ну и, наконец, есть эпоха, когда по берегам Черного моря были крепости эпохи Турции, Османской империи. Это, наверное, одно из знаменея изученных эпох в археологии Северного Почерноморья вообще. Обычно занимается более ранними эпохами, а эпоху Османской империи обходит стороной. Но тоже очень интересное время и очень важное для всей истории Абхазии. Далее я немножко подробнее остановлюсь на то, чем я занимаюсь больше. Это эпоха, эпоха раннего Рязаного века. То, что я уже назвал, это колхидская кабанская культура. Ну, колхидская культура названа так из-за колхиды. Колхиды — это Западная Закавказья, это Абхазия, Западная Грузия, ну, и предлагающие районы Турции и России. А кабанская культура названа так из-за аула Кубан в Северной Осетии, где был найден первый яркий памятник этой культуры. Дата этих культур примерно в разных вариациях варьирует от XII-XI веков до нашей эры до XIII-XII веков до нашей эры. То есть культуры существовали примерно около тысячи лет каждая. Само по себе понятие культура в археологии довольно условное понятие. Культура называются близкие памятники, которые схожи между собой и оставлены, видимо, родственным населением. Ну, это могут быть поселения, могильники, клады, рудники древние, древние дороги, светилища и многое другое. Есть, конечно, вопрос очень важный, и который очень многих волнует, о том, насколько культура соответствует этносу, народу древнему. Вопрос этот спорный, здесь очень много неясностей, вероятных, что бывает в случае, когда культура соответствует народу древнему, бывает в случае, когда культура является более широким понятием. И вообще, всегда ли мы правильно выделяем культуры? Это тоже не очень известно археологам. Археологи нашли сначала культуру кабанскую, и поэтому, когда нашли похожие вещи на территории Абхазии, шла речь о находках вещей кабанского типа на территории Абхазии или кабанской бронзы в Абхазии. Культура калхидская была выделена уже позже. Коллекции этих культур, особенно кабанская, я представлю очень хорошо в музеях всего мира. Например, если приехать в Париж, приехать на крае Парижа в маленький город Сен-Жермен, пойти в музей древности во Франции, можно увидеть целые витрины, уставленные вещами, найденные кабанской могильники на Сиренном Кавказе. То же самое в музеях Лондона, Берлина, Вены, Леона, Тулуза, в Японии, в Америке, даже в Австралии есть кабанские бронзы музеи. И, конечно, самая лучшая коллекция этой бронзы, кабанская и калхидская в меньшей степени, представлена в музеях России, это Эрмитаж и Музей истории в Москве, исторический музей. Самое яркое, чем известны эти культуры, это бронзовые изделия. Их количество может мериться тоннами, килограммами, многими тоннами. Это очень яркая часть мировой культуры, безусловно. Например, очень ярким вещами являются бронзовые топоры, бронзовые армитированные топоры. Я все время занимался ими отдельно. Сейчас найдено около 400 таких топоров, и все они имеют разные изображения. Там изображены и орнаменты, и звери, и даже люди. И все они не похожи друг на друга. То есть нет двух одинаковых изделий, все они разные. Это и фантазии древних мастеров, и, безусловно, какие-то культовые отражения, культовые представления. Дальше можно назвать такие тоже яркие вещи, как пояса с изображениями. Там тоже изображения и животных, и людей, и целых сцен, и орнаменты. Это поясные пряжки, части поясов. Пояса, видимо, были сделаны из кожи, и они до нас не дошли. Но пряжки остались, сохранились. Это фибулы бронзовые. Фибулы — это типа булавки английской, которая использовалась для костюма в древности. Это украшения, очень разнообразная культовая пластика, изображение животных и даже людей. Например, известная находка в Абхазии, в бомборе, так называемый бомборский винопийца. Очень известная вещь, которая тоже известна во всем мире. Это и разные подвески. Подвески совершенно разнообразные, тоже имеющие, безусловно, культовые значения. Оружие очень разнообразное. Это те же самые топоры. Они могут быть и с орнаментом, и без орнамента. Это копья, это кинжалы очень разные. Это булавы, стрелы, части конского узды, конского снаряжения, панцири, все что угодно. И, наконец, керамика. Керамика очень различная. Хотя говорится, что есть кабанская культура, но даже в рамках нее. Например, керамика восточной кабани, керамика кабани западной, они отличаются друг от друга, как небо и земля. То есть между ними очень мало общего. Наконец, погребения. Погребения имеют очень разный обряд. Даже бывает, что в одном могильнике имеется разный прибальный обряд. Видимо, это не связано с отличиями в этносе. Это связано с какими-то культовыми представлениями, с чем-то другим. Например, интересный обряд, который представлен в Абхазии, это коллективные погребения с кремацией. Кремация, то есть сожжение тел умерших. Причем, как мы знаем из источников античных, сначала умершие подвешивались на деревьях, в колодах деревянных, потом то, что оставалось, снималось с них, видимо. Правда, античные источники об этом умалчивают. И кости людей помещались в эти большие коллективные погребальные ямы. Этот обряд известен хорошо на территории Абхазии, известен в унижнем Мегреле, в других районах Грузии, в средних районах Саванэтии, например, в Гурии, в Аджарии. Известен он также памятник Средневого Кавказа, это Кабардино-Петегория. Это современный район Петегорска, Кавказский миральных вод, это Кабардино-Балкария, и это Карачао-Черкесия. К древностям кабанско-калхитской культуры есть разные подходы. Я поддерживаюсь того, что эти культуры связаны между собой очень тесно, и можно говорить о кабан-калхитской культурно-китрической общности, что не означает, что была единая культура, конечно, разумеется. Она стояла из разных культур, культур, которые были в постоянном взаимодействии между собой находились, и которые, возможно, имели разные центры возникновения своего формирования. И какого-то единого центра формирования этой культуры, видимо, не было, этой общности, территория, занимаемая этой общностью, постирается от границ современной Чечни и Дагестана вплоть до районов современного Сочи, от Старополья до Трапзона в Турции, от Южной Осетии до районов границ Чечни и Калмыкии. Эта культура, безусловно, была разнообразной связи с другими культурными общностями того времени. Связи эти шли, в первую очередь, на Запад, конечно, хотя были связи восточного направления, и некоторые вещи, найденные в этом ареале, имеют аналогии, например, в современной Сибири. Но больше было связей с Западом. Например, самая западная находка, неизвестная армитериевого топора, вот этой общности, она была сделана в районе Винницы на Западной Украине, где находится Винница и где находится Абхазия и, например, Северная Осетия. Например, находка пластики, фигурка человека, тоже связанная, видимо, с этой общностью, самая дальняя отсюда, была сделана в Южной Белоруссии. Опять же, где Южная Белоруссия, где Кавказ находится. Более того, Кабанская, Кабанская или Кабан-Калхидская, была найдена, например, на острове Самос в Греции. То есть даже греки, имеющие свою богатейшую культуру, отнюдь не брезговали пользоваться Кабанскими и Калхидскими вещами. Вещи, связанные с этой общностью, найдены также на территории современной Армении, Азербайджана и Ирана. То есть даже в Иране, где была собственная богатейшая культура, найден, например, Кабанский армитированный топор. Поэтому, конечно, изучение вот этой вот общности и этих культур, оно очень важно, очень интересно и способно помогом обогатить наши знания о прошлом наших территорий, наших регионах Абхазии и регионах Северного Кавказа. Мы из современной Грузии также, и Южной Осетии также. Поэтому, я думаю, что здесь большой простор для изучения. Вот сейчас у нас ведутся с Аркадием Ивановичем Джопой активные многолетние работы на могильнике на горе Джантух возле города Курчал. И сейчас уже можно считать, что этот могильник стал одним из ярчайших памятников Кавказа этого времени. Я надеюсь, что таких могильников будет все больше и больше. И в Абхазии еще много, очень много чего даст и покажет миру. Вот Борис Кувтин написал большую монографию в 1949 году, по-моему, опубликовал. Называется «Три этапа истории культуры дофейдальной Абхазии». Что означает это «Три этапа»? Какие этапы были? Я у всех спрашиваю, где спорят, не могут мне ответить. И при том, историки и вообще археологи не называют эту книгу по названию, а называют издательство. Материалы археологии Калхиды говорят. Я хотел бы, чтобы вы ваше вот это мнение прокомментировали. Спасибо. Во-первых, книжка имеет два названия, на самом деле. То есть книжка имеет название «Материалы археологии Калхиды» и «Подзаголовок», как вам было сказано, «Три этапа». Да. Это «Подзаголовок книжки». А название книжки тоже написано на обложке и то, что написано на крышке «Материалы пархеологии Калхиды». Насколько я знаю, эта книжка полностью не издана. То есть был еще том-третий том, но об этом был написан в свое время в книжке Юрия Николаевича Воронова. Был том-третий, который исчез. И после гибели Куртина, ну, еще гибели Куртина, есть разные версии о том, как он погиб, известно, что Куртин в последние годы решил уехать из Грузии и начал работы на территории Туркмении. И потом трагически погиб, это было в Юрмале, в Латвии. Вот после его гибели этот том-третий исчез. И где он находится, ничего неизвестно. Поэтому мы не можем до конца понять, что именно имело в виду Куртина под этим. Я так думаю, что именно в виду три этапа, как этап эпохи бронзы, этап позднего бронза, раннего железа, или раннего железа, можно так назвать, и этап раннего Средневековья. Ну вот, видимо, часть в этой книжке, тоже был том-третий, там было что-то относилось к эпохе, в этом году в Средневековье. Я просто хотел спросить, почему вы называете кабанокалхидская общность культурно-историческая, а не наоборот. Это раз. И во-вторых, это я не для себя. Я просто одному человеку говорил, что сегодня оперировать таким термином, как кабанская культура, по-моему, даже немножко это не совсем правильно. Если уж говорить о кабанской культуре, лучше говорить просто о кабанской тоже культурно-исторической общности, допустим. И даже интересный доклад у нас был, к сожалению, не прочитали, там такой доклад был, «Калхидская культурная общность и кабанская культурная». Это кто-то из Северного Культурного. Так вот два вопроса. Один, почему вы на первом месте так ставите кабана, колхидская, а не колхида кабанская? И второе, вот я хотел сказать, можно ли сегодня писать работу и писать кабанская культура? Да, я понял. Без всяких там, ну, вариантов там. Вот и все. Значит, я с вами во многом согласен. Значит, во-первых, в принципе, не является для меня важным, говорим мы «Кабан-Калхидская» и «Калхида-Кабанская». В данном случае, понятия эти равноценные и от переменно слагаемых суммы не меняются. Я говорю «Кабан-Калхидская», потому что кабанская культура была найдена раньше из-за этого. Но можно говорить иначе. Это не является важным никак. Что касается же кабанской культуры, да, я, опять же, совершенно согласен с тем, что, как говорится сейчас, пользоваться сейчас этим термином не очень логично и не очень уместно, потому что разница между кабанью восточной и кабанью западной, условно говоря, она очень велика и просто даже огромная. и часть авторов выделяет бывшую кабанскую культуру на четыре близкие, родственные, но независимые друг от друга культуры. Это восточная кабань, циталинная кабань, южная кабань и риттлийская культура, как она называет ее. И это западная кабань. В принципе, есть подход такой, который именно делает акцент на том, что это является общностью, кабанской общностью. Но есть просто ведущие сейчас ученые по кабанским древностям, это Валентина Вангкозенкова, ей были сделаны своды, обобщающиеся своды материала этой, условно говоря, культуры, и поэтому просто пока не сделаны новые работы. А так я с вами согласен. Еще я хотел спросить, а вот почему я задал вопрос, это не... Вы ответили, но я вот думал о том, не лежит ли там этот приоритет какой-то чисто хронологически. Ну вот это хотелось. Дело в том, что, опять же, ему уже было сказано, что понятие культуры является понятием довольно условным, и название культуры тем более. И до того, как сложилось то, что мы называем кабанская культура, условно говоря, до этого была целая эпоха, которая называется протокабанская. Если раньше считалось, что она считывала всего там где-то 200-300 лет, сейчас она растянулась опять же еще на тысячелетия. И говорится сейчас об делении уже отдельных культур в рамках этой эпохи. Поэтому здесь все меняется довольно быстро, наука на месте не стоит, и есть новые данные и по датировкам этого времени, и по связям этого времени, и так далее. И название проткабанское, оно тоже очень словно. И было, например, название проткалахидское или протоколское, что, конечно, неверно, потому что слово колхское дает этнические, сразу атрибуцию, и это не очень уместно здесь. Ну, здесь, наверное, есть еще целый простор для изысканий, для исследований. Вот вы говорили, что вы специально занимались изучением колхидских и кабанских топоров. Мне любопытно узнать, вот топоры орнаментированы геометрическими орнаментами, топоры орнаментированы или, значит, оформлены разнообразными изображениями живности, зверей, и так далее. Есть топоры, которые не имеют орнамента. Они существовали одновременно, и они могли служить, скажем, культовым каким-то отправлением, или же они могли служить хозяйственным направлением, скажем, орнаментированным и не орнаментированным. Как они сочетаются друг с другом в использовании. Спасибо. Я думаю, что думать о том, что топоры, имеющие орнаменты, могут использоваться в каких-то хозяйственных целях, для рук и деревьев. Это было, мягко говоря, неразумно, потому что, конечно, такой топор имел значение ритуальное, культовое значение, безусловно. Но топор неорементированный тоже мог иметь культовое значение. Собственно говоря, наличие орнамента только усиливало знаковую функцию этой вещи. Поэтому есть случаи, например, нахудки кладов топоро-бронзовых. Причем очень интересно то, что, например, раньше считалось, что клады топоро-бронзовых это клады, оставленные мастерами-литейщиками. Очень странно, почему, например, есть регионы, где этих кладов в Чемуга, а есть регионы, где их мало. Например, если брать Абхазию, чем дальше на юго-восток Абхазии, тем больше кладов. А чем дальше на северо-запад, тем их меньше. И что, все мастер-литейщики жили на юго-востоке Абхазии? Видимо, нет. Сейчас есть такая версия, которая придерживается многие западные ученые, изучая клады этого времени на территории Западной Европы. Но, конечно, я думаю, что топоры в любом случае для рубки леса не использовались, а имели, наверное, и ритуальное, и военное значение. Итак, археология изучает артефакты человеческой деятельности, дошедшие до нас из глубин веков. Несмотря на то, что в Абхазии работает уже не одно поколение археологов, еще очень много хранит неизведанного наша земля. И совершенно очевидно, что в скором времени мы еще узнаем очень много удивительного о нашей истории. Субтитры создавал DimaTorzok